В Волгограде назначили нового начальника полиции. Руководитель ГУМВД России по Волгоградской области Александр Кравченко уже представил его депутатом Гордумы. Приемником Андрея Сицкого стал 46-летний Алексей Гусев. Он уроженец города Нальчика и выпускник Волгоградской академии МВД. С 1986 года работал на различных должностях в системе МВД Волгограда и области. До нынешнего назначения был заместителем начальника областного полицейского главка. Напомним, занимавший этот пост на протяжении последних 7,5 лет Андрей Сицкий ушел в отставку в связи с назначением на должность заместителя начальника управления МВД России по Калининградской области. К другим новостям. В Волгограде продолжается ремонт и обновление городской улично-дорожной сети. За три года с начала комплексного восстановления приведено в порядок более полутора миллионов квадратных метров дорог городского и регионального назначения. В этом году запланировано отремонтировать около 100 километров транспортных магистралей. Среди них 39-я Гвардейска, участки на 3-й Продольной и 2-й Продольной магистралях, проспекте Ленина и других. На улице Кубанска ремонт вступил в завершающую фазу. Подробности в нашем сюжете. В последнее время дороги и в городе, и в области активно ремонтируют и даже строят с нуля. Но было время, когда этому вопросу десятилетиями не уделялось должного внимания. Это было заметно не только жителям, но и гостям Волгограда. Если вы заметили, у меня 61-й регион, и я в шоке с ваших дорог. Я здесь живу уже 4 месяца. Я не знаю, у Рокоссовского вообще страшно ездить. Все смеются про Волгоград, что с войны не ремонтировали. Так оно и есть. К счастью, времена изменились. Сегодня уличная дорожная сеть приводится в порядок в каждом из 8 районов Волгограда. Самая большая транспортная нагрузка приходится на центр мегаполиса. Поэтому и количество разбитых дорог здесь значительно больше. Кубанская – одна из улиц городского дорожно-уличного назначения, которое призвано соединять места проживания граждан с местом их работы, а также важные пункты общественного назначения и места отдыха горожан. В какой-то момент дорога на улице Кубанская перестала справляться с этими задачами. Дорога была полностью разбита. Несколько тысяч автомобилей в сутки делали свое дело. И вот долгожданный ремонт. Теперь эта улица обретает все черты бульвара – пешеходная зона, парковочные места. И вот-вот уложат свежий асфальт. Поскольку дублировать поперечные соединения первой и второй продольных магистралей, а также осуществлять перевозку пассажиров с пригородного и железнодорожного вокзалов в центральном районе сложно, так как нет других объездных путей, движение транспорта на Кубанской не перекрывалось. Да вообще везде ждем ремонта. Мне главное, чтобы у нас красиво было, везде зелено, дорога хорошая. Сейчас мы приступаем уже к завершающей стадии работ на данном объекте и устраиваем верхний слой. После этого останутся небольшие работы по уборке мусора, по устройству обстановки и знаков. Планируем за 4 дня основной проезд закончить и останутся только заезды. С начала марта выполнен демонтаж и установка дорожного и садового бордюра. Полностью установлено асфальтобетонное покрытие на тротуарах. На проезжей части удален старый и через 4 дня полностью будет уложен новый мастичный асфальт. Впервые за 20 лет применяется эта технология. Подрядные организации выбираются по истечению предыдущих лет, то есть с хорошей репутацией, за рекомендовавшие себя с хорошей положительной стороны, у которых есть хорошая техническая база. Контроль за исполнением работ на данном объекте ведется ежедневно, включая и лабораторный, и визуально так называемый. На все ремонтные работы подрядчик дает гарантию 4 года. Параллельно идет наблюдение за теми участками дорог, где ремонт состоялся в прошлом году или чуть ранее. А сегодня он также продолжается на улицах Пархоменко, Краснознаменской и Новороссийской. Татьяна Крючкова, Артур Захаров, Вести 34.